Сегодняшняя тема. Ученые из Ельского университета обнаружили у пациентов с коронавирусом большое количество аутоагрессивных антител в крови. Они не помогают борьбе с вирусом, а поражают органы, ткани и иммунную систему человека, следует из исследования, которое было опубликовано на научном портале medrexiv.org. Мы установили, что эти аутоантитела нарушают иммунную функцию и ухудшают вирусологический контроль, ингибируя передачу сигналов иммунорецептора и изменяя состав периферических иммунных клеток. Мы также обнаружили, что мышиные суррогаты этих аутоантител усугубляют тяжесть заболевания на мышиной модели инфекции SARS-CoV-2, говорится в исследовании. Исследователи добавили, что резкий рост неправильных антител может привести к долгосрочным проблемам со здоровьем. Аутоагрессивные антитела могут сохраняться в организме долгое время после того, как пациент переболел COVID-19. У пациентов с COVID-19 вырабатываются аутоантитела, которые фактически препятствуют иммунным ответам против вируса. Мы определенно считаем, что эти аутоантитела вредны для пациентов с COVID-19, поскольку антитела могут сохраняться в течение длительного времени. Вполне вероятно, что они могут способствовать развитию заболеваний, вызванных длительным COVID-19, привело слова старшего автора исследования, иммунобиолога Аарона Ринга, британское издание The Guardian 13 декабря. Читайте также, почему COVID-19 смертельно опасна, но далеко не для всех. Назван бесполезный способ защиты от коронавируса собаки могут диагностировать COVID-19 по запаху пота смотрите наши видео. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.